Доминикана это страна вечного лета, с красивыми белоснежными пляжами, кристально чистой водой, богатых коралловых рифов, необычной кухни, самобытной культуры. Но также Доминикана славится интересными достопримечательностями. Хорошая погода в Доминикане круглый год, но самое лучшее время для отдыха с июля по август и с декабря по май. В Доминикане очень много достопримечательностей и интересных мест, фактов. Например, тут много рынков и магазинчиков, где можно купить и привезти подарки родным. Помимо этого, в Доминикане есть достопримечательности, просмотр которых можно устроить как самостоятельно, так и с экскурсиями. Альтос де Чавон город художников, Доминикана. Альто де Чавон, или же город художников в Доминикане, построен был сравнительно недавно, уже смог завоевать сердца туристов. Это место связанное с искусством, носит название Альтос де Чавон и погружает посетителя в атмосферу испанской деревни XVI века. Все строения, сосредоточенные здесь, выглядят так, будто они стоят еще со времен испанской колониальной эпохи. На самом деле строительство началось только во второй половине прошлого века, в 1976 году, под руководством Роберто Копа, бывшего дизайнера Paramount Pictures, и землевладельца Чарльза Блюдорна. В этом месте как раз и снимался известный фильм «Апокалипсис сегодня» студии Paramount. Альтос де Чавон построен на холме, откуда открывается великолепный вид на речку Чавон. В городке есть несколько каменных улочек, центральная площадь, школа живописи, амфитеатры церковь Святого Станислава, в которой венчались многие звезды. Одними из них были знаменитый Майкл Джексон и Луиза Пресли. Являясь нетипичным для Доминиканы, он привлекает внимание своей «неуместностью» и европейским шиком. Сюда хочется приезжать снова и снова, чтобы отвлечься от жизни на острове и почувствовать себя в средневековой Италии. Адрес – Ла Романо 22000, Доминиканская Республика. Владелец – Central Romano Corporation, LTD. Стоимость билетов – 25 долларов с человека звездочка. Маяк Колумба, Доминиканская Республика. Маяк Колумба – это вовсе не маяк, а музей, внутри которого находится мавзолей с останками великого мореплавателя и первооткрывателя Христофора Колумба. Строительство фара Аколон – маяка Колумба – продолжалось в течение 70 лет и закончилось в 1992 году. Открывал маяк Папа Римский Иоанн Павел II. Сооружение из бетона высотой 33 метра, шириной 44 метра и длиной 310 метров напоминает многоступенчатую индейскую пирамиду. Внутри маяка располагается мавзолей из белого мрамора с останками великого мореплавателя Христофора Колумба. Здесь же размещается и музей, посвященный истории создания памятника и открытию и завоеванию американского континента. Это интересно, есть несколько залов, посвященных дружественным странам всего мира, в том числе и России. Описание экспозиции. В коллекции музея маяка представлены разные интересные вещи, такие как различные артефакты и документы, относящиеся к далеким первым годам испанского пребывания на острове. Также в музее присутствует экспозиция, посвященная самому великому мореплавателю Христофору Колумбу. Здесь можно ознакомиться с предметами и документами, которые расскажут и покажут о путешествиях и открытиях Христофора Колумба. Адрес – Санта-Доминго Эсти 11604, Доминиканская республика. Гора Ридондо, Доминикана. Гора Ридондо на карте Доминиканы находится примерно в трех километрах от побережья Атлантического океана, между лагунами Ридондо и Лимон, в 60 километрах от популярного курорта Пунта Кана. Хотя гора и невысока, около 330 метров, она является одним из самых романтичных и популярных мест Доминиканы. Сюда направляются многочисленные экскурсии, здесь организовываются свадебные церемонии, проводятся различные фотосессии. По своему строению гора округлая, что можно понять из названия, Ридондо, означает округлость. Вершина горы, как будто срезана и имеет плоскую равнинную поверхность. Главной достопримечательностью горы Родондо в Доминикане являются небесные качели. На территории работает кафе-беседка, где можно перекусить и выпить доминиканский ром или освежающие напитки, оборудован туалет. 27 водопадов, Доминикана. 27 водопадов входит в десятку лучших природных достопримечательностей Доминиканской республики. Все водопады имеют один источник – реку Домахагуа, Рио-Домажагуа. 27 водопадов – это настоящее чудо природы, ведь существовали в течение многих тысячелетий, а обнаружены были не так давно. Фонтаны сразу же стали центром туристического внимания. Глубина, образовавшаяся за счет водопадов около 8 метров, а высоту водопады возвышаются на 14 метров. Комплекс из 27 водопадов образует большой природный аквапарк – заповедник, территория которого является национальным достоянием и охраняется государством и располагается в 14 километрах от городской суеты и шума. Обратите внимание, чтобы попасть на 27 водопадов, нужно заказать экскурсию. Спуск по каньону предполагает три уровня сложности – 7, 12 и 27 водопадов. Участникам экскурсии предлагается спуститься по 7 водопадам, потому что другие категории спуска предназначены для совсем отчаянных экстремалов. Что нужно для спуска по водопадам – быть старше 8 лет, иметь при себе купальный костюм, надеть спасательный жилет и каску, которые вам выдадут на месте, выполнять указания инструктора. Бухта Орлов, Доминикана. Находится эта бухта на территории национального парка Харагуа, поэтому любое строительство там запрещено. Его удаление, отсутствие какой-либо инфраструктуры, абсолютная дикость и нетронутость цивилизации и делают этот пляж, пожалуй, лучшим в Доминикане. Бухта Орлов уберегла свою первозданную красоту укромного и заброшенного уголка природы от благ современной цивилизации только потому, что все туристические маршруты лежат вдали от этих мест. Высокий, редкой красоты утес, обрывающийся в море, возвышается над многокилометровыми девственными пляжами. Бухта Орлов, Бае-де-Лас-Агилас, и ее пляжи, по праву, считаются самыми красивыми дикими пляжами Доминиканы. Водопад Эль-Лимон, Доминикана. Водопад Эль-Лимон находится на полуострове Самана в Доминикане. Эль-Лимон самый высокий водопад в Доминикане, 50 метров, поэтому он быстро превратился в достопримечательность. Водопад Эль-Лимон имеет три каскада. Все туристы поднимаются к первому каскаду, наверху самое живописное место. Рядом есть пещера, которая открыта для посещения, а на склоне соседнего холма есть кафе, в котором можно отведать натуральное кофе и какао. Добраться до водопада можно от деревни Эль-Лимон, где есть несколько ранчо, на которых можно взять в аренду лошадь с погонщиком-проводником. Вода в озере прохладная, но после получасовой прогулки на лошадях и спуска через джунгли окунуться в нем одно удовольствие. Если поднырнуть под поток, можно оказаться в небольшом гроте. На дне озера есть довольно острые камни, поэтому прыгать в воду со скал не рекомендуется. Национальный парк Эсти, Доминикана. В провинции Ла Романа есть удивительный заповедник Де Лести. Он был основан в 1975 году и занимает 792 километра кварталов. Национальный парк состоит из материковой части и небольшого островка Саона, который также называют островом Баунти. На остров, обнаруженный Колумбом в 1494 году, можно добраться на прогулочном кораблике. Так как это заповедная зона, то масштабное строительство тут запрещено. Исключение сделали лишь для жителей островного поселка Манохуан, которые торгуют сувенирной продукцией и тем самым зарабатывают себе на жизнь. В парке водятся исчезающие виды животных, такие как западноиндийские ламантины, морские черепахи, афалины, а также носороги, игуаны и ежовые крысы. На территории Де Лести встречаются места поселений тайна. Для любителей птиц здесь просто рай, на обширной территории парка водится 112 видов птиц. Некоторые из них уникальны, например белоголовые чайки и ящеречные кукушки. В окрестных водах в январе и феврале можно увидеть миграцию китов, кроме того, там водятся ламантины, большие серые водные млекопитающие, которых еще называют морскими коровами. Национальный ботанический сад Национальный ботанический сад, заложенный в 1976 году ботаником, энтузиастом своего дела РМ Пуэя. Весь ботанический сад состоит из тематических секторов. Вот, например, в одном из них представлены лечебные, ядовитые, пряные и жгучие растения. В другом, водная растительность с более 40 видами болотистых, подводных и плавучих растений. Среди них, водяные лилии, разноцветный лотос, папирус, стрелолисты. Всего в ботаническом саду организовано 48 декоративных прудов и 61 искусственный водоем. А еще здесь есть розарии и дендрарии с участком удивительных, малоизвестных публике видов пальм. Сад занимает приличную площадь, больше двух квадратных километров. Обойти его пешком за один раз, довольно затруднительно. Поэтому лучше поехать с экскурсией на одном из маленьких поездов, курсирующих там регулярно, но нужно быть готовы к тому, что экскурсовод говорит только на испанском языке. Место сбора желающих прокатиться немного вправо от входа и чуть в глубине. Найти легко, там всегда стоят несколько ярких прогулочных поездов. Национальный пантеон. Здание Национального пантеона было построено в качестве церкви и монастыря монашеского ордена иезуитов в 1747 году. На данный момент в известном сооружении в саркофагах из мрамора захоронены герои Доминиканской республики. На входе в пантеон стоит почетный караул, имеет смысл дождаться его смены, которая проходит каждый час. В установленное время солдаты крутят, подбрасывают и перезаряжают винтовки. Фотографирование не запрещено, обратите внимание, вход в здание бесплатный, но посетителям запрещено приходить в майках и шортах. Национальный пантеон Доминиканской республики работает со вторника по воскресенье с 9 часов до 17 часов. Пасть дьявола, Доминикана В восточной части полуострова Самана в Доминиканской республике находится место с интригующим названием «Бока-дель-Диабло», что в переводе значит «пасть дьявола». Это место природного происхождения и ничего общего с вышеупомянутым существом не имеет, однако эффект производит изрядный. По сути, пасть представляет собой расщелину в скале природного происхождения, из которой с некоторой периодичностью и невероятным грохотом вырываются клубы пара. Она расположена рядом с обрывом, поблизости береговой линии. Ученые объясняют это явление давлением, вызываемым приливами и отливами. Наибольший эффект можно наблюдать во время штормов. Тогда, при общем неспокойном море внезапно вырывающийся пар вливается в общий гул и грохот, создавая невероятное впечатление. О его силу можно понять, забросив в расщелину какой-то предмет. Говорят, что пар может вытолкнуть обратно даже кокосовый орех. Адрес – восточной части полуострова, в Лас-Галерасе, Лас-Галерас. Национальный парк Лос-Айтисос. Адрес – Лос-Хайтизес, Сабана-де-Ла-Амар 23000, Доминиканская Республика. Кафедральный собор Санта-Доминго, адрес – Калихон-де-Лос-Кирас, Санта-Доминго 10210, Доминиканская Республика. Алькасар-де-Калон, адрес – Плаза-де-Испана, Кал-Ле-Ла-А-Таразана 2, Санта-Доминго 10212, Доминиканская Республика. Крепость Осама, адрес – Кал-Ле-Лас-Дамас 1, Санта-Доминго 10210, Доминиканская Республика. Доминикана это настоящий рай для туриста. Тут всегда есть, чем заняться, днем поплавать в кристально чистом море, позагорать, а ночью посетить развлечения Доминиканы один из местных ночных клубов. Всегда найдется, что посмотреть в Доминикане из достопримечательностей тут будет интересно как взрослым, так и детям. Звездочка цены актуальны на август 2018 города Ужупис или заречь.